Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я бренд-шеф компании Мираторг. Давайте начнем. Открываем упаковку. Перед приготовлением очень важно дать стейку набрать комнатную температуру. Это где-то примерно в течение 10-15 минут, чтобы не было резкого перепада из холода в тепло. Также мясо я не рекомендую мыть, а промакиваю его бумажным полотенцем с одной стороны и с другой стороны. Наш стейк готов к приготовлению. Как следует разогреваю жарочную поверхность, в данном случае это у нас сковорода. Грею до максимального жара. После обжариваем с двух сторон стейк по полторы минуты, убавлю огонь на средний и буду продолжать еще жарить 4 минуты. Учитывая, что у нас стейк постный, то я рекомендую ему прожарку медиум, но ни в коем случае не медиум вэл, не вэлдам. В данном случае с такой прожаркой у нас стейк получится сочным, ароматным и мягким. Наливаю немного растительного масла. Сковорода у нас разогрелась и начинаем готовить стейк. В процессе приготовления стейка я не добавляю ни соль, ни перец. Все специи я буду добавлять в конце. Для того, чтобы вкус мяса подчеркнуть, но ни в коем случае не забить специями хороший, естественный вкус мяса. Я бы сказал, даже насыщенный, яркий вкус мяса. Данный стейк уже вызревший. Что такое, в принципе, возревание? Мясо хранится в вакууме при температуре плюс 2 градуса. И за определенный период времени возревает. Или, как еще правильно сказать, размягчает мышечные волокна. Они становятся более мягкими, нежными. Что мясу придает более яркий вкус, аромат и мягкость. Переворачиваем. Стейк. Учитывая, что у нас стейк постный, в нем нет большого количества мраморности. Данный стейк я загарнирую жареными баклажанами с кинзой. И также у нас есть на сайте mirotork.ru большое количество очень великолепных рецептов соусов. Заходите, пробуйте, экспериментируйте. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok